Ганг Хюннер, это в Германии, ватки Сенген, 1950-й год. Д4-5. Ну, знакомая нам любит снялская защита. Койн Ф3, Д6, Д4. Размена, садляет Койн Ф4, Койн Ф6, Койн Са-3. Ну, здесь очень много ходовых учёных. Есть ход А6, есть ход Е6, есть ход Ж6, есть ход Койн Са-6. Ну, это всё отдельное изделение Сенгенской защиты. Ход А6, он тоже пока ещё не характеризует никакого конкретного варианта. Служки 2. Ну, здесь уже собрались. Е6, это уже получился Шевниевский вариант. Потому что впервые, ну, где-то там в начале 20-го века, был Шевнинген, с Хевнинген, но у нас называются Шевнинген, и красоты созвучие такое, проще. И это очень модное. Модное разведение Сенгенской защиты. Ну, здесь в 3-м. Последовала, значит, короткая рокировка, шерной. Чёрные тоже заканчивают разницы, вывели сначала слона, слоны и 7. Теперь Ф-4. Белые. Как во многих дебютах Сенгенской защиты. Белые стараются атаковать на королевском фланге, а чёрные потом, хотя бы, какой-то тонн-долюбок получить на фельдеру. Ф-4 как раз атака на королевском фланге. Чёрные закончили развитие. Ну и 0. Ну, не закончили. Белые короля укромные местечки, король Аш-1. Но этот ход сделается с эсселью, потому что вот этот диагональ, в принципе, король стоит на этой диагонали, довольно опасно, потому что, в принципе, он может столкнуться с неприятностью. Поэтому Белые заранее вводим королевого указки, король Аш-1. Теперь К-6. Слон Е-3. Слон Е-3. Слон Д-7. Обе стороны разбиваются. Белые начинают переводить в королевский фланг. Херезь Г-1. Белые, К-3-2-4. Коня. Конь Белый, Д-4, конё. Размен. Слон Г-4. Конь Слон С-6. Конь Белый, Д-5. Конь Белый, Д-3. Пешку выйти на Е-4 нельзя. Потому что если коньон играет, бегут черно-размен на Е-4, то обман на Е-7. Поэтому пешка косвенно защищена. И вот черные начали играть на Е-5. И вот черные начали играть на Е-5. Белый, Д-7, В-5. Ну, стараются. Сейчас хотят брать коня, тогда уже бежит на Е-4 будет. Можно быть, взять. Вот. Белый не пускай. Дальше, Д-3, не пускай. В-5, В-4. Вот здесь черный супер-хюрнер, это немецкая игранская серия. Но все равно, что 6, это конь, как потом выяснилось, не очень хорошая. И, собственно, возможно, что это единственный ошибок в этой партии. Так бывает, она ошибка, и все, и потом уже ничего не разделалось. Черные хотели снять напряжение с пункта же 7, но в этом не было пока необходимости. Можно было доесть в линию, допустим. С, пересыграть в ферзь Д-7. В ферзь Д-7, как-то я когда-то слаблюсь, и белые быстро отражают. Они играют с ходом 3, но сначала защищают пешку на Е-4, потому что теперь она под угрозой. Ферзь Д-7. Ферзь Д-7. Ну, просто черную получают поездную фигуру. Ладья А-Д-1. Ну, ладью всегда полезно. Вообще, ладья, я всегда полезно, вставать на открытые линии. Д-1, Д-1 для белых. Д-8, Д-8 для черных. Но здесь они полуоткрытые, потому что не совсем открытые. Упирают, белые упираются к пешке Д-6 и Е-6. Ну, ладья А-Д-1 будет учитывать постоять, без срочи будет угрожать пешке Д-6. Ферзь Д-7. Здесь уже, кстати, хранил Фе-5 неприятно, потому что на Д-2 там уже ферзь будет, после всяких ударов попадать. Ферзь, во-первых, остепил с опасной линией, а во-вторых, еще лишний раз нажал на Е-4, здесь при нападении. Ферзь Д-7. Но вот здесь последний сильный ход. Как вы думаете, какой? Беды сразу пошли вперед, Д-5. Ничего не готовы, больше хватит уже они. Все ферзь будут стоять хорошо, и сразу начали атаку. Пешка здесь непрекосновенна, потому что если здесь Глобер Е-4, Глобер Е-4, Слобер Е-4, то белые упирают их 5-6. Слобер должен отступить, еще неудачно на Д-8, а потом играть Ферзь Д-4, играть Ферзь Д-6, смазан на Д-7. Понятно, да? Например, можно даже этот вариант переснялся. Глобер Е-4, Глобер Е-4, Слобер Е-4, и теперь Р-6, и Слобер Д-8, и теперь Ферзь Д-4, висит на Е-4, и играть Ферзь Д-6 матом. Так что пешку равеннее берешь. Попытка не на бассе, пока так не удалось. Поэтому, пить нельзя. Но, в то же время, это слонопасть, у нас всякие параллельные приятности, он будет по черным полям. Черный сфер, Е-5, прогнать слона, и закрыли, и Е-5. Ну, слона, единственное, ну, не единственное, но нормальный поле слона Е-3. И здесь опять нельзя видеть на Е-4. Опять, если здесь полтора-разган, то опять поставить на Е-5 и 6, и потом Ферзь на 6 попадет на Е-3. Там можно массово попадать. Поэтому, черный пытается, значит, какой-то, поставить на Е-9, по Е-4, А-Б, поперечный взлетел на Е-4. Пятый взлетел в победу. Ну, Белый взлетел в пешку, да, черный пешку еще взлетел. Вот, теперь начинается решающая атака. Белый взлетел на Е-2, он подгрозит, но они не реагируют, они начинают танковаться. Сложим пять, я оставляю пешку по-двое. Ну, у Белых, это атака, надо какую-то полную руку получить, поэтому, черный забрали пешку, все-таки пешка, без пешки, там еще на Кане напали, Белых сыграли. Как играете? Конь Е-2. Конь как? Конь Е-2. Ну, не знаю, конь Е-2, еще следующий пешка потеряется, и конь ушел на сцентр, он здесь как-то на сцентр, тогда, ну, еще нет, то есть, я на Ярдане пешку, таким путем они собирают, как на Лене-3. То есть они конья-то сидели, пешку в 120 тысяч лет, но конья ставили в Адапове, в центре, и Ланя еще может заработать. Поставила, значит, Ланя-3. Теперь, а почему нельзя бы иметь пешку в детстве? Вы, я не правильных вопросов обрировал. Если бы здесь был ход белых, то как бы они сыграли? Какая деться улезла белых? Если бы черная, если бы не ставили пешку, что было бы случилось было? Дело в том, что здесь такая выраженная, Ланя-3, П-1, я не пил С-2, а вот такая ловушка, и слон Д-1, и ферзи не кто-то хотел себе. Я не знаю, попал. А? Ну, тогда какой-нибудь 5, и нападает один ферзя, и там съедается фигура просто слон, я ничего не понял, а сначала же ферз побил пешку? Нет, это я говорю про угрозу. Вот такая, сейчас вот бело, противопрочесная, и угроза чем, допустим, вот черная, ну, если белые сделали нейтральный ход, а пешки вверх вперед, если, угроза белых такая, сейчас вот у ученых, ну, какой бы они ход сделали, допустим, опять, я не знаю, ну, неважно, ход белый, как, есть такой очень сильный ход, и белый сразу выигрывает, потому что на ферзи 2, теряется ферз, но не ферз, если можно по 1 на 3, но за кольный пешки. То есть, короче, в этой позиции, бедные создали такую угрозу, задя по 1, после чего сразу выигрывает, но черные все-таки забрали на пешку, или бедные 2, из-за него были дверяющие пешки, эти партии интересные все, дверяющие пешки, а положение, как бы, сейчас по пользу белых, 2 на 1, суберина на 1, прогоняет ферзя, ну, владельчик подключается к игре, куда ходить, ферзь b2, в хорошем уровне, теперь белые, погринные в 6, размен, и белые, приороленную пешку, приороленную пешку, нападут разные две фигуры, но у черных есть, хоть с луны в 5, они фигуры спасают, потому что нападают на 8, а если побить коню на слона, то ферзь берет коня, и опять будет ладить ободвою, то есть сон сбывает в рейсении, остается пока лишняя пешка. А не просто, чтобы тебе быть педой, там мать будет? Нет, я говорю, что если, побить, сюда, перед бедой, нет времени, для того, чтобы побить слона, правильно, поэтому нет времени, фигуры не дают, я же сейчас напал на 2 слона, я же суббел выиграл фигуру, но у них ничего не получается, потому что есть луны в 5, с нападением, и сейчас здесь разминка, оказалось, я могу взять слона, и потом эту фигуру выиграть, все время есть время, потому что здесь ладира, поэтому здесь, значит, последовало, белые шли ладира, а лучше шли лиз по двое, ладят по двое, ладя их два, теперь, теперь висит, висит слон, но, секундочку, не стали бить, а сыграли, персадь не сыграли, черная, а теперь, если, побить слона, происходит на бодерине на этого коня, и кони не будут ходить за матом, и поэту черно-тридорую фигуру, как кажется, что они черные шафары, и все время сливают, а? если бить слона, то можно на пальцу на этого коня, и нельзя сходить, а я могу здесь побить, и здесь мат. вот так что, здесь пока, пока не выдаётся, здесь слона, но прежде, то есть, ладья, биду шесть, если он биду пять, ладья, ладья, аферси один, здесь, вопилок, а, нет, зря сказал, как раз, они и побили, я думал, что бить нельзя, но они и побили, прусскав, дальше посчитал, чем я, побили, и теперь, он сыграл ладья, с областью, я думаю, что у них всё в порядке, но, оказывается, есть такой ход, ладья, сэ два, ладья, сэ два, и черные отступали, отступили, дальше, что-то всё равно, и всё в порядке, потому что, грозит, это грозит фигура, есть сюда фигура, и опять надо один, будет их есть, понятно, да, что такая угроза победы коня, если он будет подбойным, или ещё с матом, вот, но, оказывается, что здесь, оказывается, что здесь, где-то, где-то всё в порядке, они побили на РЖ-6, нет, они побили на РЖ-6, если сюда, вот, а дальше, другая ладья бы подключилась, всё равно, одна из фигура терялась, РЖ-Ж, РЖ-Ж, и теперь, и теперь, отступили, планирую на РЖ-6, и, белые, все фигуры защитили, те фигуры на Д1 защитили, на С2 защитили, и так далее, но пока, нет, у меня чёрная фигура пожарила, но они её не отыграли, но здесь, последовало, ловятся все, и белые, просто выиграют, потому что у них, лишняя фигура, но интересных нет, нет, вот чёрная здесь, но здесь, это партийство плавлено, чёрная сейчас последствия, нет, здесь, это так, как было, с их на партии, а я хочу, другого варианта показать, вот если мы, в этой позиции, мы должны было подосмотреть, РЖ, лагеря стояла здесь, в этой позиции, кажется, что здесь можно побить, здесь можно побить, отыгрывать фигуру, как-то первая линия, она не мгновена, но здесь есть такой вариант, Ж, шар, крыль, швозин, каждый случай у нас всё в порядке, потому что висит ферзь, и висит, сложный до 11 марта, не выдают фигуру, тем не менее, всё равно, палец в ходе белых, потому что есть очень важный вход, через бюджетки 5, и теперь, что получается, что нельзя, потому что скрытый, шар, скрытый мат, не выдают фигуру, а бедные дают фигуру, я защищаюсь от шарфа, и сам нападаю на пирога, в этом, собственно, была идея, почему нельзя было съездиться три, и эта позиция встречалась, там у меня другие варианты, и все эти чёрные, вот на этом, скрытии игры, всё время горят, для того, что нет влечения. Ну и всё, а там я уже, конечно, первый рог, там всё очень легко, там просто, после, когда я, как я сказал, на Д6, там осталась лишней фигурой, чёрная, за этот достоин. Ну, такая коротенькая фазия, но фактически чёрные, играют очень хорошо, но единственная ошибка решить была, и они уже дальше ничего не смогли сделать, как бы хорошо играли, и ещё не было шоу.